Всем профита, ребята! С вами Кирилл Эванс. В этом ролике мы с вами будем разговаривать про жадность, про алчность трейдеров и к чему она приводит и почему очень важно диверсифицировать свои риски, чтобы не попадать в просаг. Итак, на моем экране вы видите вот такую вот картинку, очень старенький мем, обратиться к специалистам, хотя и так сойдет. В принципе, вот так думают люди. Люди приходят на рынок, просто смотрят, кто что покупает и тоже тяп-ляп покупают. У них нет времени разбираться, люди просто хотят купить монетки. Какие монетки, им абсолютно не важно. А теперь давайте ближе к делу. Итак, сегодня мы с вами разберем, что думают профессионалы по поводу трейдинга и биткоина в целом и также вам покажу, как не терять свои монеты или токены, когда они дампятся или пампятся. Итак, поехали! Первая у нас новость. Биткоин может поразить 100 тысяч долларов или 1 миллион, но он ничего не должен криптоманьякам. Питер Брандт, который занимается торговлей сырьевыми товарами с 70-х годов, отправился в Твиттер, чтобы отчитать криптоманов за то, что они слишком жадны в своих ожиданиях от биткоина и от криптовалютного мира в целом. Он считает, что даже если биткоин может достичь 50 тысяч долларов, он уже их достиг, 100 тысяч долларов или даже 1 миллион, жадность криптоманов в конечном итоге приведет их к гибели. Чем выше биткоин идет, тем жаднее они станут. Такие, ребята, дела. Это то, что говорит нам Питер Брандт. Я считаю, что люди не понимают, как вообще работать с финансами. У нас очень маленькое финансовое образование. Нет, вообще люди не обучаются, как правильно инвестировать, почему нужно диверсифицировать, в чем суть риска. Жизнь – это риск. Если вы не хотите риска, пожалуйста, не рискуйте. Даже, ребята, банковский депозит является рисковым типом вложений, потому что если вы думаете, что 2% от вашего депозита или 5% или 10% в год – это не рисково, любой банк тоже может соскамиться. Банкам просто доверяют потому, что у них есть многолетняя история. Опять же, если вы не понимаете, что любая финансовая система, она являет собой пирамиду, евро тот же или доллар – это та же пирамида, ребята. И мы доверяем этим фиатным валютам чисто потому, что у них есть история. Мы с вами видели, как марки, как куча валют в СРСР, которые были, талоны, они соскамились. И то, что вы хранили на сберегательных книжках, может превратиться в пыль. Потому что жизнь – это риск. Если вы этого не понимаете, не приходите в тематику криптовалют в целом. И изучайте, пожалуйста, законы экономики. Дальше. Что у нас еще говорит Питер Брандт? Он показал нам график биткоина. Это то, что он считает. К сентябрю 2021 года примерная цена биткоина будет выше 120 тысяч долларов. Это его предположение. И он написал в своем Твиттере. Полное раскрытие. Я не фанат биткоина. Я не биткоин-максималист. За 46 лет торговли я никогда не видел более захватывающего рынка с подобной историей. Мой самый крупный холдинг, не связанный с недвижимостью – это биткоин. Тем не менее, для меня биткоин – это просто еще один рынок, на котором можно торговать. Такой же, как, например, фасоль, казначейские облигации или сахар. Вот так говорит о биткоине Питер Брандт. Итак, ребята, как высказывается Питер Брандт по поводу всех криптоманов в целом в 2017 году? Те криптоманы, которые верят в биткоин, станут глобальной резервной валютой, необходимой для переезда в Колорадо, где курение каннабиса разрешено. Такие вот дела. Итак, ребята, поехали. У нас была такая монета, которая называется Paid. В результате хакерской атаки она просела на 98%. Я решил ее купить на 100 долларов и об этом рассказал на YouTube в одном из своих роликов. Люди не понимают, что если я покупаю на 100 долларов, то это там 0,1% от всех моих денег. Я просто покупаю. Особенно я сказал, что я фанюсь. Абсолютно не воспринимаю ее всерьез, потому что это токен. Опять же покажу вам свой портфель. Внимательно, ребята. Давайте посмотрим. Мой портфель на MetaMask. На сегодняшний день. Это у нас ETH, это у нас монетка Superfarm, это API Finance, это SHROM, это LPT или Livepeer. Это Paid новая версия 2.0 и 1000 Paid, которых я купил по огромной скидке. Эти Paid уже не активны, потому что они в версии 1.0. Они полностью поменяли выпуск этих монет и теперь у нас доступны только Paid 2.0. Те, кто купил подже, 8 числа, если вы купили Paid по моему ролику, потому что вы не понимаете, что такое риск, вы их потеряли. То есть они сейчас не стоят ничего. Опять же на данном скачке нужно было их продавать. Здесь был скачок 9 числа, 8 числа с утра, да, вот был скачок до 0.5. Кто успел, кто продал, молодцы. Кто не продал, вот такие дела. Вот так это работает, так работают рынки. Теперь вам объясню, почему нужно было диверсифицировать и не инвестировать в один инструмент. Потому что некоторые люди не понимают, несут сразу же в один инструмент и теряют свои деньги. Итак, давайте посмотрим. Допустим, мы купили эту монетку, этот токен на 100-200 долларов. И у нас общий депозит это 2000 долларов. То, ребята, самое главное, почему нужно покупать и делить все. Показываю. Мы купили эту монету и она соскамилась. Мы потеряли все. Окей, едем с вами дальше. Дальше мы купили кокос. Мы его купили вот здесь. Тоже никто этого не знал. Мы купили его на хаях, да. И вот он вырос. Насколько он вырос? 200 тысяч процентов, ребята. 200 тысяч процентов. Вот такие токены, вот такие монетки вот так выстреливают. Это самые высокорисковые активы. Вы должны понимать, почему нужно делить и не брать косарь баксов и бежать вот с такими глазами и говорить. Кирилл, я вложу в одну монетку, а какую монетку мне купить? Давай я вот эту монетку куплю и получу 200 тысяч процентов. Ребята, вы не угадаете, потому нужно делить. Потому мой портфель, он состоит из нескольких токенов. Опять же, это токены. Это даже не монеты. Это токены. Итак, Pay 2 версии я уже купил по 2 доллара. Pay 1 у нас, по сути, его уже нет. То есть он стоит 0. Это Lifepeer. Это Shroom. Это API Finance. Это Superfarm. И ETH. Вот так у меня выглядит мой портфель на 1600 долларов чисто по токенам. Такие, ребята, дела. Дальше. Представьте, что мы еще купили. Мы купили Superfarm. Вот здесь. Вот здесь мы его купили. И вот он просто выстрелит или не выстрелит. И все. Никто не знает. Потому мы и делим. Но такие токены могут стрелять огромными процентами. В этом и вся суть диверсификации. Единственный инструмент. Просто можете мне поверить на слово. Можете сами попробовать. Единственный инструмент, который приведет вас к успеху, это деление рисков. Если я понимаю, что у меня есть 5% шанс на то, что из 100 монет у меня будут выстрелы на 200 тысяч процентов, то я буду, ребята, делить на 100 монет. На 100 монет. У меня даже для вас есть что показать. Есть, значит, смотрите. Есть у нас портфели, которые мы специально сделали для того, чтобы вас научить. Итак, покажу вам эти портфели. Итак, специально для вас сделал портфель на 100 монет, чтобы вам показать суть диверсификации. Итак, представьте, мы закинули в 100 монет, даже не изучая ничего, скам это или не скам. Упадет, не упадет. Сольется или нет. Но мы поделили на 100 монет. Не на одну вложили 1000 долларов, а на 100. Вот смотрите, общих вложений было на 1000 долларов. Вот, 1255 долларов. По 12 долларов в каждую монету. Здесь были все монеты, которые мы хотели. Мы подбирали монеты, ребята, по названиям. Нам было все равно. А теперь посмотрите, сколько сейчас оценивается данный портфель. 2400 долларов. Х2. Просто по диверсификации. Посмотрите, кто-то упал, кто-то вырос. Покупаете большое количество, да, и на растущем рынке они все будут расти. Правильно. Но они будут все расти по-разному. Кто-то будет давать иксы, а кто-то будет давать мало. Потому те, кто дают иксы, допустим, вот матик дал по сути 10 иксов. Можно его уже фиксировать, да. И RVN тоже можно его фиксировать. И те монеты, которые дали от 3 до 5 иксов. Все остальные вы ждете. Вы просто ждете. Вот посмотрите, Луна дала 12-13 иксов. 12-13 иксов. Просто вдумайтесь. Потому все, что вы можете, это диверсифицировать. Это единственный инструмент. Дальше, если у вас очень маленький портфель и у вас есть фокус в какой-то проект, вы должны изучать технологию. Потому что если вы хотите в долгую инвестировать, в долгую, не спекулировать, а инвестировать, вам нужна технология и ценность. Поэтому это очень важно. А теперь смотрите. Показываю вам еще портфель на 30 монет. Где более было подобрано. Это был вот CRV. Это был Doggy, EOS, IOTA, NEO, ETH и Litecoin. ETH и Litecoin это была основа данного портфеля. Потому что смотрите теперь, что у нас здесь. Итак, у нас ADA очень сильно выросла. И вот кокос. Даже кокос, ребята, дал огромную прибыль. Но он дал меньше всех. Потому что мы его купили уже на хаях. А теперь смотрите. Вы не знаете, где это все вырастет. Еще раз. Вы не знаете. И я не знаю. Поэтому мы диверсифицируем. Теперь смотрите. Вам нужно просто фиксировать то, что вырастет. Итак, Doggy. Представьте, вы Doggy. Вот мы все покупали, допустим, в начале 2021 года. Вот тут купили, выросла, зафиксировали. Вот это вот тут купили, упала. Суперфарм. Купили, упала. Окей, без проблем. Дальше. Давайте. Купили paid. Раз, упала. Окей, без проблем. Давайте дальше. Keep Network. Купили, упала. Окей, без проблем. Дальше. Shroom. Купили, выросла. Окей, дальше. Live Peer. Купили, выросла. Дальше. И то стоит. Вы видите, какие разные графики. Какие разные графики. Вы должны понимать, что вы не можете угадать Вы можете наблюдать за трендами Многие ребята говорят на ютубе, что Кирилл, да это же все легко Можно просто диверсифицировать и все Да, ребята, это все легко Самое сложное, это себя держать в узде И контролировать это все Контролировать Вы должны понять, что анализ нужен просто для того, чтобы понимать цели, где выйти Опять же, кто-то может выйти здесь Просто потому что купил здесь и выйти здесь А кто-то понимает, что тренд только начинается, он больше заработает Опять же, если вы здесь купили, здесь продали, вы заработали, да, но вы это не забрали, а я это и заберу, это будет моя прибыль и это не ваш убыток, а чей-то убыток, он это не забрал, это забрал я Потому вся именно суть в том, что трейдеры это люди, которые должны предугадать ситуацию максимально точно, да, и как только рынок даст кучу подтверждений в нее зайти Мое подтверждение о том, что это будет хороший тренд на лайфпире, если я увижу, что у нас будет, что у нас зона продавца уже будет зоной покупателя Итак, давайте посмотрим, зона продавца у нас вот здесь, вот, мы сейчас под ней, если мы здесь проторгуемся, это будет очень шикарный сигнал на рост И выбьем данную зону хорошим таким баром и сделаем закрепление, для меня это шикарная ситуация на покупку, я здесь потерял, да, потому что вот здесь не купил Но суть трейдинга это не купить ниже, да, я заработаю в среднесроке, я заработаю, я куплю вот здесь, но уже с понятной мне моделью, куда будет идти цена Мне нужно мое подтверждение, чтобы зайти в рынок Опять же, на долгосрок, понятное дело, вы можете покупать где угодно, где угодно Потому мой портфель так и выглядит Дальше, давайте посмотрим с вами на то, что мы для вас подготовили Это крипто комьюнити Итак, это наш канал на TradingView Регистрируйтесь на TradingView, будете сохранять себе все эти идеи и смотреть, в что мы заходим Потому что вы все говорите о том, что, Кирилл, покажи, в что заходить Вот вам, куда мы заходим и где мы ждем выходы Опять же, это все аргументировано волновой теорией RedOne для вас очень сильно постарался Потому, пожалуйста, открываем, допустим, Ray к доллару и смотрим Какие у нас цели Это у нас поддержка Это у нас уровень быков, где мы будем накапливать Если мы здесь закрепимся и выйдем выше, это у нас блок продавца Опять же, о чем я и говорю Это у нас 0.78 по FIBA Если мы здесь будем закрепляться, мы пойдем дальше Это отличный сигнал на рост Опять же, вы можете все это отслеживать в реал-тайме Включаем Play и смотрим, где сейчас цена Поэтому, пожалуйста, кому нужно, пользуйтесь нашим TradingView Регистрируйтесь и подписывайтесь, чтобы не пропускать наши монеты Как только мы будем заходить в какой-то проект Сразу же здесь будет торговая идея Вы сможете с нами отслеживать, как растут наши монеты или не растут Опять же, кава Кава, да? Допустим Смотрим У нас есть анализ Включаем Play и смотрим, куда она пойдет И понимаем, нужно нам это или нет Мы еще можем докупить или нет Опять же, учитываем наши риски Дальше Seacoin Давайте Seacoin посмотрим Seacoin к Tether Смотрим Мы уже прошли рост Мы покупали ее по цене где-то вот Где-то, где-то, где-то вот здесь Нет, даже ниже Вот здесь мы ее покупали, да Очень сильно проторговались, выбили И мы уже далеко Но еще есть куда расти Нажимаем Play и также смотрим, куда идет цена Уже немного отросла Дальше, ребята, что еще? У нас есть здесь Totally Bella Protocol Chills И Litecoin Litecoin Самая крутая идея, которую я полностью поддерживаю вместе с Redvan Мы потому и сидим в Litecoin Все идет по нашему анализу Потому все пока хорошо Этому мы обучаем в нашем крипто-комьюнити Обучаем, как не рисковать Как делить риски И вы должны понимать, что вы должны работать не от прибыли Не от ваших фантазий И не от того, что вы хотите от рынка Вы должны работать от риска Потому, ребята, вас всех приглашаю в наше крипто-комьюнити По ссылке в описании Сайт cryptocommunity.ai Получите доступ Читайте, что вы получаете вот здесь И вступайте к нам в крипто-комьюнити Точно не пожалеете Опять же, все ссылки для вас будут в описании под роликом Опять же, люди, которые купили paid Это для вас будет большим уроком Я готов принять хейт от вас Что я показал, что я купил И сказал, что я купил по фану А вы подумали, что я реально купил всерьез Ребята, это абсолютно моя ответственность Я теперь больше не буду никому говорить Что я покупаю И показывать свои портфели Потому, что когда я захожу на Binance И мне люди говорят Покажи свой портфель Я показываю, что у меня Сиакойна 200 тысяч монет Мне люди говорят, что Блин, Кирилл Я тоже купил Сиакойн Вы должны понимать, где я его купил Где я его купил, ребята Куча хейта есть, да Понятное дело, что у всех есть хейт Но адекватные ребята меня поймут Вот я захожу И мне говорят Кирилл, покажи свой портфель Да, любой портфель покажи свой Без проблем Захожу Говорю Вот, ребята, мой портфель У меня Сиакойн Это основа данного портфеля Это основа именно этого портфеля Давайте посмотрим Начали мы с нуля 5 тысяч баксов я закинул И давайте смотреть Где мы были Мы были ХАИ у нас были на 14 тысяч долларов По данному портфелю Опять же, я кучу денег перевожу За все время За 30 дней ПНЛ составляет 38% 1200 долларов Если вас такие цифры не устраивают Пожалуйста, не покупайте монеты Вот, можете сидеть И вкладывать в банковские депозиты Такие, ребята, дела Дальше Я также торгую фьючерсами Итак, вам покажу Постоянно у меня спрашивают Кирилл, а что делать? Что делать? Ребята, я постоянно это все делаю 2900 долларов Я расторговал 300 баксов 300 баксов 100 долларов Это была сумма 200 долларов Это была маржа Начинал я с 20-го плеча Опять же, почему? Объясняю Расторговываю я Чем больше я делаю прибыли Тем меньше я делаю плечо Сейчас я буду торговать дальше С третьим плечом Это максимум Третье, пятое плечо Чем больше депозит Я иду от высокого риска К маленькому От высокого к маленькому И деньги, которые я зарабатываю на фьючерсе Я перевожу от риска на спот То есть от более рисковых вещей К менее рисковым вещам Вы должны понимать Потому Ситуация с пейдом Многих может огорчить Но это вам, ребята, опыт Что нельзя приходить И вот на всю свою котлету Покупать один проект Один соскамится Любой проект, который мы купим Может соскамиться Любой Поэтому вам нужно это понимать И не покупать всегда один Опять же покажу вам, что сделал я Последний раз Я покупаю всегда количество Итак, еще раз Суперфарм API Finance Схром 40 Лайфпира Пейда версии 2.0 И был пейд первой версии Потерял 1000 монет Это нормально, ребята Если вы не готовы терять Вы не заработаете Опять же Половина этих проектов Может соскамиться А 1, 2 могут дать мне сумасшедшие иксы В этом суть заработка на токенах Ребята, это токены Это даже еще не технологии Они еще даже никуда не вышли Они еще не в топах У них еще нет капитализации Поэтому, пожалуйста Молю вас Диверсифицируйте свои риски И перед тем, как инвестировать большие деньги Проконсультируйтесь Если вы хотите инвестировать 100 тысяч долларов Сначала лучше придите к нам Мы хотя бы вам поможем Как правильно разделить все свои деньги Потому что вы сначала Вот мне пишет человек Я вложил 200 тысяч долларов А потом хочу прийти к вам Посоветоваться, что мне делать Потому что я купил все это на хаях Но может быть сначала нужно было это сделать А потом уже Я не понимаю людей Ребята, вы конечно же извините Но это просто полнейшая жесть Надеюсь адекватные люди меня поймут Все нужные ссылки для вас будут в описании под роликом Вступайте к нам в комьюнити Опять же, не забываем По ссылкам в описании подписываться на наш TradingView аккаунт Пожалуйста, наполняйте его ценностью Будем и мы вам это все показывать и наполнять Следите за нашими торговыми идеями Вместе с Redvan и вступайте к нам в комьюнити Опять же, фоточку оставляю для того, чтобы еще кто-то проорался Потому что меня она очень улыбнула Приходит человек и говорит Обратиться к специалистам Хотя и так сойдет Такие ребята дела Поэтому всем профита Надеюсь, видео было для вас жизой Вы понимаете, что такое риск Вы уже получили свой опыт И будете дальше брать ответственность за свои поступки Всем огромное спасибо Всем удачи Всем пока До связи